И всем привет, ребят, с Мистер Байк, и я с вами записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик по священ нашему основному аккаунту игровой тематики. Давным-давно у нас не было обзоров устройств на основном аккаунте, но и сегодня вместе с вами я бы хотел протестировать, ну, наверное, лучшее устройство, которое есть у нас на пушку рельса. Давно у нас не было рельсы в рамках основного канала, и сегодня мы выкатим ту самую заветную крупнокалиберочку, и посмотрим, что же она показывает на сегодняшний момент времени в рамках нашего матчмейкинга. Если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос, лайк, обязательно подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игровой аккаунтики стоит и мой личный, так, так, тимпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашей крупнокалиберочки, с чем же я ее сегодня буду использовать? Использовать я буду ее, конечно же, с корпусом Викинг, так как в моем понимании Викинг до сих пор является суперкрутым корпусом для реализации такого устройства. Ну и под устройство на Викинг, конечно, хотелось бы иметь драйвера, но драйвера у меня на основном аккаунте нету, соответственно, мы берем сегодня нашего замечательного минера, но по дрону я менять ничего не буду, буду играть как раз таки с гипериончиком. Ну и возьмем еще рельсу экстишную, чтобы у нас вот такой вот комплект скинов было, то есть ребята, которые меня очень жестко осуждают за скины, мол, я неправильно их подбираю под вооружение, чтобы меня не осуждали суперсильно, поэтому возьму рельсу экстишную. Так, ну и пикаем быстрый боечек, ничего мы здесь в принципе выбирать не будем, запикивает меня на перекрестник, опачки, вот это уже хорошая, если честно, карта для реализации рельсы, ну и резистов, конечно, от этой рельсы 100% будет большое количество, но для всех тех ребят, которые играют на рельсе и которые играют с крупнокалиберкой, могу сказать вам 100% что резист это не проблема от слова совсем, да, то есть вы можете спокойно играть против резов на этой рельсе и особо не чувствовать вообще никаких проблем. Криты частые, урон большой, навалочка жесткая, а это то, что надо для реализации как раз таки нашей замечательной крупнокалибрачки, поэтому вы можете спокойно играть на ней даже против большого количества резистов. И именно этот факт подтверждает то, что рельса супер сильная с крупнокалиберкой, потому что именно те устройства, которые показывают хорошие результаты против резистов, в моем понимании являются той самой заветной имбой, с которой есть смысл играть и которую есть смысл реализовывать. Так, ну и пока что у нас уже есть рекила, если бы я еще бы промахивался, бы меньше было бы вообще, просто максимально шикарно, а то своим, своими большим количеством промахов, конечно, в моменте не все так великолепно у нас. Так, ну и критов пока что, если честно, у меня большого количества не летит, да, хотелось бы увидеть побольше критов, чтобы мы уже какую-то развалочку могли здесь сделать, схождений, да, потому что пока что что-то есть ощущение, как будто я не на крупнокалиберке, а на каком-то другом устройстве играю, потому что критов что-то как-то крайне маленькое количество вылетает. Но урон, урон, мое уважение, какой урончик сочный залетает, да, то есть насколько все-таки большое количество урона можно накидывать с этой рельсы и насколько можно комфортно все-таки играть на ней. Это прям вот максимальное удовольствие, когда ты играешь с крупнокалиберкой и можешь просто очень и очень вкусно разваливать. 7 киллов у меня уже есть, при том, что у нас 3 резиста у противника на этой карте. И даже против резов я себя максимально комфортно чувствую. Сейчас еще развалочка под овердрайв пойдет. Под олуди сейчас мы еще какую-нибудь контентовую реализацию сможем здесь показать. Так, ну и, ага, понял. Ну, противники тоже здесь немножечко прячутся, ныкаются за всякие стеночки, за всякие такие прикольные места, чтобы мы не могли... Опа, вот скрита вкусно даже по резисту, да. Даже по резику вкусный урончик залетает. 1800 здесь в головешечку. Пробуем добавочки дать. Отлично, еще 1800 на добавкинса. Ну и на домашнее питание еще... Угу, не успел я дать на домашнее питание. Можно было бы еще бы на домашечку тоже залепить. Здесь ДАшечка с респа не прожимается. Сразу мы на респик отправляем пассажира. И еще сверочку добавочки. Тысячечка по резистику тоже неплохо. Но тысяча здесь по резисту залетела только из-за того, что у него еще и броненосец. Если у него бы броника бы не было бы, то урон был бы в моменте прям очень и очень хороший. Шикарная реализация овердрайва. 13 на 1 мой счет уже в рамках этого боя. Ну и мы занимаем пока что вот такие вот интересные позиции, с которых можно наносить безумно большое количество урона по оппоненту, да. То есть я стою на широкой. Ну и с этой широкой уже пытаюсь просто контролировать оппонента, который здесь выезжает со своего респа, да. Ну и пока что у нас доминация на карте присутствует очень и очень хорошенькая. Миночки решил немножечко половить противник. Это меня тоже в целиком и полностью устраивает, когда противники так открываются и пытаются въехать под меня. Да, ну и здесь, блин, еще хотел по хопперу успеть дать урончика, но, к сожалению, не успел. Можно забрать здесь шафта бесплатно. Ну и продолжим стоять, продолжим накидывать. Урончик хоппер вжималову пытается сделать в меня. Делает вжималову, но даже с этой вжималовой его здесь благополучно отправляют на респ. 1800 урона на добавочку. Неплохо пока что все у нас. И резистов, кстати, от рельсы стало меньше уже на один. Шикарнейшая сквозная рельса. 3700 урона у нас залетает по бездэашному танку, да. 3700 урона, но это просто очень вкусно. Прям мега вкусненько. 50% овердрайва у меня уже есть, 17 киллов у меня уже тоже есть. Хотя в рамках этого боя у нас еще по времени, ну, здесь еще очень много, да. То есть здесь можно 35-40 киллов выжимать с полной такой катки. И это будет очень и очень хороший результатик. 1800 урона еще добавочки. Пытаемся раскрутиться. И еще на 1800 и на дома. Так, здесь паладина с резистом, с прожатым нету смысла бить. Потому что от овердрайва он будет хилиться. Подождем, пока у него оверка пропадет. Ну и тогда на врывало уже можно будет сделать. По безрезам просто, ну, ваншоты эти шикарные залетают. Ну, это просто кайф. Ну, это просто кайфарики, когда ты можешь вот такие ваншоты раздавать. Да, вот если бы всегда ты мог на рельсе выдавать ваншотные такие выстрелы, то это было бы просто великолепно. Да, просто великолепно. Когда ты такую накидочку можешь делать. Так, здесь не успел я. По хантеру хотел еще добавить. Но здесь с респа все игроки, которые жмут нетру, это все. Это, ребятки, это сразу дома. Это просто сразу дома. Как только ты нетру прожал, сразу на домашку улетел. Так, уудишечка появляется у меня. Сразу вжималову. Даже не думаю. Сразу вжимаю. Сразу под реализацию. Сразу под контентик. 4 килочка выжимаем. Выжимаем 4 кильчика. Уходим на широкую. Треминки у меня есть в ряд. Противник ловит все 3. Добавочка сверху. Добавочка еще сверху. Отлично. И дома. 28 на 3. 28 на 3 у меня уже. И это полбоя только прошло. Это только полбоя. А если у меня был бы еще бы драйвер сверху? А если бы старый кризис был бы еще бы? Ой, ребяточки. Сколько бы урона можно было бы наносить, если бы еще бы старый кризис был бы? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 29 киллов у нас уже есть. Супер. Просто супер. Шикарнейший результат для рельсы. И я в очередной раз убеждаюсь в том, что рельса с крупнокалиберкой это лютые деньги. Это прям лютые деньги, которые работают просто превосходно. Так, по теслочке неплохую движуху дал. Неплохую движуху на добавочку. Шесть минут до конца. Так, еще попробуем что-то подмутить бабки. Хорошая подмуточка. Есть. 31. Так, ну еще бы что-то бы добавить. Еще бы, еще бы, еще бы. Противники уже просто респятся. Уже вообще ничего не могут сделать оппоненты. Просто контролим без шансов на базе противника. Ой, шикарнейший пульсар залетел, если честно. Спас мне сейчас жизнь этот пульсарчик. Ну и противники с ддшками с респа. Ну что я могу сказать? Ну это супер. Это супер. Когда противник жмет дд с респа, это тоже очень и очень приятно. И еще по резисту 3700 на добавочку. Мамонта. Я даже не успеваю их сливать. Они просто респятся, как эти. Как чисто... Ну даже не сказать, что крепочки. Ну просто, ну вот тут бам и дома. Бам дома. Бам дома. Ребята вообще ничего не могут сделать. У нас и тиммейты наносят супер большое количество урона. И у меня рельса разваливает по киллам. Прям очень приятно. И я бы даже, если честно, не сказал бы, что здесь-то, ну, какие-то, знаете, там, слабые звания запикались. Там, либо там оппоненты не качанные. Нет, просто разваливаем. Просто разваливаем вот так вот. Вот такая вот развалочка работает. И с рельсой, и от наших тиммейтов добавочка сверху, да, залетает. И вот настолько жестко можно контролировать оппонента. Да? Настолько жестко можно давать контента. Даже по резистам. Даже по резам это работает. Даже по резам. И это вот дорогого стоит, что даже ты резистов можешь настолько жестко контролировать. 35 килов, 90% овердрайва. Есть возможность успеть еще один, как минимум овердрайв, хороший рельс. До досрочной катки в этом бою. Пробуем дать добавочки здесь паладину. 1900 урона. Ну, блин, ну, это супер урон. Это прям супер вкусный урончик. Еще добавочка. 1900. Это еще сверху контентик. Ну, здесь ладно. Здесь чуть-чуть на широкой мне не получилось подраздать ему грязи. Ну, здесь вот уже точно дома. Здесь уже точно дома. Еще и критовая дома залетела. Так, я не буду здесь играть под контролик. Я играю на широкую. Играю на прожималову Оудика. Хочу реализацию дать. Хочу чуть-чуть подраздать движухи. Но все противники, как назло, конечно же, прячутся. И моя движуха, к сожалению, не срабатывает. Можно было в моменте дать килограмма, наверное, 3-4 еще. Но чуть-чуть я заигрался с этим противником в упоре. И не успел я раскрутиться. Лучше всегда на широкой стоять. Тогда реализация вашего овердрайва будет значительно-значительно приятней и лучше. А я все-таки начал прожиматься с упора. Но ничего страшного. Три минуты до конца боя. У нас остается еще одна критовая рельса 39 килов. Ну что, что я могу сказать? 39 килов у меня 3 минуты до конца боя. Что мне вот говорить? Что вот это не имба, что ли? Но это лютая вкусная темочка. Лютая темочка. Но ты просто наваливаешь эти деньги. 40 на 5. 40 на 5 у нас счет. А если бы я еще бы овердрайва не как крип нулевый реализовывал, то тут было бы уже бы 50, ребяточки. Тут уже бы 50 килов я бы сделал бы в этом бою. Это просто шикардосик. 3 700. Криточек. Вернее, даже без крита. Просто бездашный танк на ваншот летит. На ваншотик. Они ДДшки жмут. Бам! Дома на респ. Дома сразу. Просто сразу. Без шансов. 43 килла уже есть. Так, еще добавочки. По мамонту. Хороший выстрел. Вообще просто. Вот чел пишет, что мои 43 килла это слабо. Он пишет, что у него 71 килл есть на деньгах. Где у него 71 килл на деньгах? Дарк. Что там? 6.17. Дома ты, челик, делаешь. Они 77 своих киллов. Что он? Какие про 77 киллов он пишет? Что он вообще пишет? Давайте мы его немножечко... Немножечко его так бомцанем. Гуд джоб, братанчик. Гуд джоб, братик. Гуд джобчик. И у нас досрочка, ребяточки, залетает. И по деньгам 43 на 6. Ну шикарнейший счет, шикарнейший результат и шикарнейшая реализация крупнокалиберных снарядов. Это до сих пор лучшее устройство на рельсу. И до сих пор это устройство делает лютые деньги. Поэтому если вы до сих пор думаете, на каком устройстве вам на рельсе играть, да что брать? Вот вам шикарнейшее устройство против резов под любую карту, под любую реализацию. Используйте и фармите вкусные денежки. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!